Всем доброго времени суток, друзья! И это продолжение, это видео-ответ на тест на интуицию «Радость дня». В прошлом видео вы загадали варианты для себя, написали в комментариях номер. И теперь ждете ответа по своей позиции, которую я сейчас и дам с удовольствием и с радостью вам. Может быть, кто-то загадывал два варианта, может быть, у кого-то появилась потребность какая-то перезагадать. Потому что бывает так, я вчера загадала этот, что-то не лежит у меня сегодня к нему душа, хочу другой. Так тоже можно себя проверять и посмотреть оба варианта. И тот, который вы выбирали вчера, и тот, который выбирался сегодня. А мы начинаем. Какова «Радость задуманного дня»? Для тех, кто выбрал первый вариант, у кого-то будет кекс. Причем будет кекс такой вот прямо, знаете, в охотцу, страстный и так далее. Для тех, кто... Могут быть новые знакомства. То есть для одиноких, например, девушек может быть знакомство, когда вы реально познакомитесь. Причем не обязательно просто с мужчиной для сексуальных отношений потом. Это может быть человек и новое знакомство, которое затем будет поддерживать вас. И тот человек, который даже в какой-то мере может стать вашим учителем. Также у вас может быть ситуация, если для вас тема личной жизни, да, вот того, что было сказано, неактуально. Может начаться движение по некоему социальному делу. То есть те документы, которые до этого лежали и томились, и что-то было не так, они вдруг могут пойти в работу. То есть вдруг разрешится та ситуация, которая зависала до этого, а сейчас начнется какое-то движение, какой-то новый этап. Для тех, кто выбрал второй вариант. Ой, а у вас, вы знаете, для кого-то это будет сообщение о наступившей беременности. Те, кто ждет и те, кто будет этому рад. А для кого-то это просто будет нечаянность, вот случайность, неожиданность. Это может быть красивый ребенок воспитанный, которого вы встретите. Это может быть находка какая-то случайная. Главное, на перекрестках, пожалуйста, ничего не подбирайте. Это может быть скидка, это может быть выигрыш. Вот все, что из области, знаете, абсолютной случайности. Может быть ребенка раньше там из садика отпустят. Может быть какие-то подобного рода моменты. А может быть знакомство или появление дамы. Женщина, знака воздуха или воды, позитивно к вам настроена. Она вас повеселит. Вот просто может быть какой-то анекдот или шутку услышите. Такие, над которыми потом на протяжении многих лет будете ухахатываться. Такое тоже запросто может быть по данной позиции. Для тех, кто выбрал третий вариант. Для вас какая-то победа. И подтверждение вашей значимости и вашей правоты. То есть, либо кто-то вам скажет, слушай, Оксана, ты была права. Или кто-то скажет, что ты знаешь, вот просто как ты говорила, так все и произошло. И у вас вот именно ощущение того, что да, я действовал правильно, я получил результат. Да, это то, что я хотел, это то, к чему я стремился. И это моя победа. То есть, вот ожидание такой вот победы и хороших новостей. Ну и пункт 4. Конечно, кэп очевидность. Ух ты! Ну, по поводу радости. Что можно сказать здесь? Если говорить о радости, ну, во-первых, знаете, может быть ситуация, когда вашим недругам воздастся по заслугам. И вы узнаете, что дядя Вася, который там все время писал мне по дверь, разбил себе сегодня машину. Ну, радость так себе, но какое-то искупление тем, кто, скажем так, делал гадости в ваш адрес через какие-то неприятности, оно здесь обеспечено. Также может быть ситуация, когда, знаете, вот старая чашка какая-то была, доставшая уже всех с трещинкой. Вот она разбилась, и есть повод достать новую чашку. Вроде бы и гадость случилась, а вроде бы и радость. Потому что вот эта гадость является началом того, что будет ее заменять. Для кого-то это реально может быть приобретение недвижимости. Или какие-то вопросы, которые с недвижимостью связаны, и они решатся для вас хорошо и позитивно. Ну, а для кого-то, вот смотрите, здесь очень интересно проигрывается. Есть такая ситуация, что кого-то могут посадить. То есть, если вас обидели, и у вас были судебные заседания, то человек понесет положенное наказание. Человека могут взять под стражу, человека могут посадить. А для тех, кто, наоборот, ждет кого-то, да, из мест не столь отдаленных, наоборот, могут выпустить кого-то. То есть, вот придет как раз документ, там, о досрочном освобождении и так далее. То есть, вот такие здесь моменты интересные и достаточно серьезные, да, вот жизненные ситуации, они проигрываются. То есть, здесь действительно радость будет основополагающей. Причем, возможно, вам сперва придется поплакать, а потом уже посмеяться и радоваться тому, что происходит. Я всем желаю, чтобы радость была, знаете, вот ожидаемая, приятная и та, которая действительно, как это говорят, выкоханная. Да, вот когда очень хотелось и вот, наконец, случилось. Потому что само предвкушение, оно тоже играет большую роль в нашей жизни. А когда еще и реализовывается все это в позитивном ключе, это вообще радость двойная. Поэтому случайных радостей тоже, конечно, желаю. Умение радоваться каким-то случайным таким вот происшествиям. Но и в обязательном порядке пусть ваши мечты, хорошие, добрые, которые будут вам во благо и в пользу, тоже для вас открываются и реализуются. Для тех, кто напишет адекватный, хороший комментарий, обязательно поставлю вам сердечки на удачу. В пункте 2 прикрепленного комментария можете оставлять свои идеи для общих раскладов. То есть под этим видео, на которое ссылка. Если хотите получить индивидуальный расклад для себя, то в пункте 3 ссылка на видео, в котором подробно рассказывается, как получить именно свою личную консультацию. Отдельным пунктом я ставлю ссылку на плейлист с тестами на интуицию, чтобы вам не блуждать, а сразу его найти, зайти туда. Возможно, для тех, кто только присоединился, просто взять и посмотреть все тесты. В принципе, это достаточно уже у нас традиция укоренившаяся. Ей уже 2 или 3 недели, я не помню, честно говоря, когда началась вот эта рубрика. Но для тех, кто только что присоединился, вы вот запросто можете как раз таки взять и просмотреть с самого начала, проверяя себя на интуицию. А для тех, кто уже забыл, с чего начиналось, можно и повторить, как говорится. Кстати, вот посмотрите, вот это вот золото на руках сияния, это тоже потихонечку такой вот момент золотого напыления, который на руках остается. Но не сильно, не сильно. То есть здесь, я думаю, все, что лишнее отвалится, и колода будет жить нормально своей собственной жизнью. Всем удачи, до встречи, до свидания.